Егор Чернев, председатель постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, присоединяется к нашему эфиру. Егор, рада приветствовать. Здравствуйте. Добрый вечер. Егор, расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как изменилась вообще позиция Североатлантического Альянса относительно происходящего здесь и связанного с войной, развязанной Российской Федерацией против Украины, ну вот за последние два года или последние изменения, которые мы видим и слышим, ну буквально там в последние несколько недель. Вы знаете, мне кажется, что после 24 февраля 22 года НАТО проснулась от литургического сна, в котором пребывала с момента падения Берлинской стены, потому что все угрозы якобы миновали. Все, Советского Союза не существует, холодная война закончилась, Россия вроде как показывает, что она готова быть партнером, во всяком случае в 90-е. Кстати, Россия еще в 97-м или в 98-м году обрела статус партнера НАТО, и у них был Совет Россия-НАТО. Мы вот только в прошлом году это получили, это такой статус. И вот сейчас, с 24 февраля, действительно НАТО увидело, что может быть война в Европе, причем война такой высокой интенсивности. И с каждым месяцем продолжения этой войны, опять-таки истощение своих запасов и непрекращение боевых действий, НАТО прекрасно понимает, что они могут быть следующими, то есть страны Балтии в первую очередь и Польша. Поэтому действительно меняются доктрины, меняются подходы, разрабатываются сценарии реагирования, увеличиваются оборонные бюджеты, увеличиваются оборонные заказы. И сказать, что быстро это делается, я не могу, но как минимум в их сознании уже есть понимание того, что Россия — это угроза не только Украине, но и действительно странам НАТО. Игорь, как вы считаете, насколько изменилось отношение к Украине в плане военной поддержки, насколько эта поддержка стала системной? Ведь мы, если вернемся памятью в состояние два года назад, это были какие-то маленькие, непонятные, очень ценные, конечно же, но небольшие партии. Это были какие-то каски, какие-то вещи, которые не вызывали, скажем так, джавелины были, но это были маленькие партии. Сегодня мы видим вот такие вот новости, как один миллиард, даже больше евро будет выделен на то, чтобы пополнить артиллерийские снаряды для стран-партнеров. То есть Украина тоже входит в эту систему. Как вы видите это изменение? Насколько Украина сможет теперь еще быстрее пополнять свои запасы? Вы знаете, систематизация, конечно, происходила постепенно, но достаточно быстро. И вот, наверное, важным этапом систематизации стал формат Рамштайн, который, кстати, позволил обойти некоторые ограничения самой штаб-квартиры НАТО, потому что есть некоторые страны, наши соседи, которые не то что не готовы нам предоставлять вооружение, даже не готовы пропускать эти вооружения через свою территорию. Вот систематизация произошла на этапе Рамштайна. И я думаю, что вот следующий этап систематизации и уже такого закрепления – это гарантии безопасности, которые мы подписали сейчас с Великой Британией. И я надеюсь, что подпишем с другими странами. И вот тут уже переход фазовый, я бы так сказал, потому что это уже не просто добровольная основа, а действительно обязательства, которые берут на себя страны по предоставлению нам вооружения, разного вида вооружения, по финансированию наше, и так далее. То, что сейчас выделяется миллиард на дополнительное производство снарядов, но это тоже говорит о том, что страны НАТО прекрасно понимают, что эта война не закончится завтра и опять-таки, что эта война, возможно, перебросится на территорию стран НАТО. Поэтому сейчас они уже подготавливаются к разному развитию событий, к разным сценариям. Кстати, относительно полноправного членства Украины в Североатлантическом альянсе, все еще есть страны-скептики, те, кто выражают сомнения, следует ли вообще присоединяться Украине к НАТО. К этим скептикам или относительно этих скептиков высказался президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском, я процитирую президента. Украина не в НАТО из-за того, что действительно есть несколько стран-скептиков. Чего боится эта группа стран? Они боятся эскалации со стороны России. Это официальное такое утверждение, сообщил президент, но решил не называть эти страны. Звучит это очень обидно. Я вам объясню, почему. Потому что будет, что говорят, эскалация со стороны России. То есть, это говорит о том, что это война не их, которая сейчас происходит. И поэтому я считаю, что это унизительно и предательски по отношению к Украине. А насколько громко сейчас звучат вот эти вот голоса скептиков? Как их правильно назвать? НАТО-скептиков? Есть евроскептики, те, которые выступают против присоединения Украины к ЕС. А тут конкретно речь о Североатлантическом альянсе. В том-то и дело, что они не звучат, по большому счету. Ну, кроме, наверное, ФИЦ, который заявил о том, что Словакия, да, будет блокировать. Потому что, знаете, отсутствие согласия уже говорит о позиции страны. страны. И вот, по большому счету, у нас есть подписанные меморандумы с 26 из 32 стран, которые публично сказали, что они поддержат Украину на пути в НАТО и ждут ее как нового члена. Но есть страны, такие, допустим, как Венгрия, которые и не подписывают такие меморандумы. В принципе, пока я не слышал заявления, что они начнут блокировать наше членство в НАТО, но и не дают своего согласия и не говорят о том, что вот они готовы рассматривать этот вопрос. Мы видим, какие проблемы были, ну, пока еще продолжаются у Швеции, пока она не стала членом НАТО. Да, это вот какие-то определенные торги некоторых государств, таких как Турция, сейчас еще и с Венгрией. Просто для того, чтобы решить свои вопросы, вот они блокируют эти решения. Но я надеюсь, что все-таки в Вашингтонском саммите Швеция станет 32-й страной, а Украина получит приглашение Б-33-й. Горь, но сколько бы мы не говорили о том, что есть вот эти НАТО-скептики в том же Альянсе, целиком и полностью понимают, что если Украина не выстоит, то придется воевать тем самым странам Альянса. И скорее нужно помогать нам и усиливать здесь границу и делать нас сильнее для того, чтобы сдержать этого агрессора. Либо же вы считаете, что все-таки есть мысль или подозрение, что обойдется? Вы знаете, мне кажется, что сейчас доходит до многих первых лиц, что не обойдется. Мне кажется, что предыдущие почти два года вот как раз было такое ощущение, что мы сейчас частично поможем. Причем первый этап был, мне кажется, некоторые страны даже предполагали, что сейчас это быстро все закончится и мы даже не будем разрывать какие-то отношения с Россией, а потом еще может быть их восстановим. Этот этап прошел и прошел достаточно глубоко укоренившись в сознании например тех же самых немцев, что они не могут больше зависеть от энергоресурсов страны-террориста. И поэтому возврата к предыдущей модели покупки дешевых энергоресурсов у Российской Федерации нет. Потом был вот этап того, что хорошо, мы разорвали все экономические связи и это максимум, что нам повредит, но уж точно войны какой-то с Россией не будет. Сейчас же достаточно прямым текстом например тот же президент Литвы Науседа вот я бы удалось он это говорил открыто, что следующие они. Президент Дуда тоже примерно так же если не заявляет то как минимум готовит свою армию увеличивая ее численность и подготавливая свои границы или усиливая свои границы. Поэтому понимание того, что война может быть даже не после окончания этой, а параллельно, оно вот приходит все больше и поэтому более активные действия предпринимает страны. поляки понимают даже авиацию когда взлетает миг агрессора. Будем надеяться, что эта позиция будет только усиливаться среди членов альянса. Да, сейчас меняется риторика, надеемся, что после этого будут еще и конкретные изменения в действиях, в частности в усилении поддержки Украины. Егор, спасибо вам большое. Егор Чернев, председатель постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО присоединялся к нашему эфиру. Спасибо большое.